Почему в Казахстане В странах Европы давно распространена практика посещения семейных консультантов перед принятием рокового решения о расторжении брака. В нашей стране посещение психологов не столь популярно. Способности консультантов часто недооценивают, считают подобные визиты напрасной тратой денег. Зарубежная статистика говорит об обратном. Возможность выговориться и выслушать супруга, ставшего оппонентом, часто помогает спасти отношения. Теперь и в Алматы действует программа помощи семьям в преодолении кризисных ситуаций. И теперь задача нас, семейных специалистов, в том, как предотвратить этот кризис, почему семья распадается, какие причины, как это предотвратить. Однако старания специалистов не принесут результатов, если сами супруги не приложат все усилия для восстановления гармонии в отношениях. Желающим сохранить свой брак необходимо с помощью жесткого самоконтроля избавиться от раздражающих факторов и набраться терпения по отношению к недостаткам близкого. Те, кто прожили в браке более 20 лет, не понаслышке знают это. В первую очередь уступать друг другу, понимать друг друга, это очень важно. Терпение, любви, уметь уступить друг другу. В жизни очень много всяких ситуаций, которых нужно уметь друг другу уступить. Если научиться поддерживать и понимать друг друга, и поддерживать друг друга в сложных ситуациях, значит, у них будет всегда и все хорошо. Среди прочих причин разводов семейные психологи упоминают нежелание супругов бороться за свой союз. А ведь отношения и их поддержание – это ежедневная работа. Дружна семья, крепка семья, крепко наше государство. Они создают семью, принимают большую ответственность не только друг перед другом, но и в целом перед обществом, перед будущими детьми, перед государством. Другой причиной частых разводов специалисты считают распространение так называемого гражданского брака, предшествующего официальному. Прожившие вместе не один год, а в среднем гражданский брак в Казахстане длится от 4 до 10 лет, не испытывают после свадьбы новизны семейных отношений. Поэтому после регистрации продолжают жить как раньше, не выполняя появившихся обязательств. Семейные консультанты советуют молодым супругам с первого дня осваивать все нюансы и тонкости семейной жизни. Тогда счастливым будет не только день бракосочетания, но и все совместно прожитые годы. Для нас секрет семейного счастья – взаимопонимание, любовь, уважение. Я думаю, самое главное в любой семье – это взаимопонимание, доверие и взаимопомощь. Я думаю, что на этом строится вся основа семьи. Семейное счастье – это любовь, главное. Главное – без любви никуда. Взаимопонимание и уважение, мне кажется. Уважение друг к другу. Умение слышать друг друга и понимать.